Приветствую вас на 19 серии нашего пути, бомжа за 365 дней на родине, на рп сервер приморский, округ, начинаем мы на 42 дне, зашел в игре в 2041, бегу на собиратели и выбиваю с ящика подора плюс серебряную рулетку, хорошее начало. Залетаю на собиратели и погнали собирать подарочки, кстати, если хочешь видеть видосы чаще, просто классный на палец вверх. Ехал на металлоискателе, а здесь менты чувака вяжут, ладно, поехали дальше. Заехал на металлоискателе и погнали искать клад. Так, так, нахожу первый кладик, отлично выкапываем его и смотрим, что здесь у нас. А у нас здесь ящик американских звезд, мото-ящик, бронзовая рулеточка, ну и крышечки реколы, отлично. Везет-везет, нахожу еще один кладик, здесь у нас серебряная рулеточка, ящик американских звезд и семейные талоны, целых две штучки, ну и крышечки реколы. Решил, пацаны, я наконец-то уже найти сканью, чтобы взять ее в аренду, потому что я на ней так и не поработал, потому что в прошлый раз, когда я ее искал, мне дали мут за то, что я флудил в VR-чате, но я там не флудил, там была кд какой-то 160 секунд, короче, и мне дали за это мут. Но сейчас надеюсь, что мне не дадут за это мут, ну, не буду флудить, как в прошлый раз, и надеюсь, что мы с вами найдем сейчас с вами сканью в аренду. А пока ищу человечка, который сдаст нам сканью, приехал, пацаны, в полицию, оплатил штрафы на нашу бэху и прочие штрафы. Что-то вообще, пацаны, не могут найти человека, который сдает, поэтому приехал в центр занятости и беру квест на водителя-автобусника, ну и поехали на аренду автобусов. Приехал, беру в аренду автобус, ну и поехали ездить с вами с точек-поинтов. Быстренько проезжаем, здесь ничего сложного нету. И за это мы получаем плюс 43 тысячи, 2 очка опыта и 2 ларца с премией, ништяк. Так, наконец-то меня набрал какой-то паренек, и он предлагает взять нам сканью в аренду на 2 часа. Отлично, правда он не написал, за сколько он нам ее сдаст, ну ладно, узнаем, когда уже приедем, погнали. Как хорошо, что у нас есть скейт, и как я понимаю, на родине нету энергии, как на Аризоне, то есть если на Аризоне, когда ты едешь на скейте, у тебя отнимается энергия, а на родине такого нет, и ты можешь, как я понимаю, вечно ездить на скейте. Если я ошибаюсь, подправьте меня в комментариях. Но это реально имба, и я думаю, что это, возможно, скоро пофиксят на родине, хотя, пацаны, ну это реально имба. Так, вот я приехал, пацаны, на базу леткарин, вот это сканья, не знаю, этот паренек или нет, потому что когда на родине тебе звонят, там не написан его ник. Ку, ты сдаешь? Да! Сколько за 2 часа? За 5 миллионов на 2 часа! Ну, хорошо, в принципе, вроде бы это оптимальная цена, потому что я видел, там кто-то сдавал по 3 миллиона в час. 5 миллионов на 2 часа. Все, как я понимаю, он нам передал ключи, да, все, я сел в машину, закрываем ее сразу же. Да, здесь есть даже твин турбо, отлично. Ну и погнали, возьмем первый груз. А, нам нужно устроиться назад дальнобойщиком, потому что я устраивался водителем автобуса. Окей, приехал в центр занятости, устроился здесь дальнобойщиком назад. Ну, а теперь поехали работать. Так, приехал на базу, давайте возьмем наш первый груз. Это 18 тысяч медной проволоки, всего в сканию помещается 20 280 груза. Поехали, посмотрим, сколько мы заработаем за наш первый груз. На него мы потратили буквально 5 минут и заработали плюс 1 миллион 100 тысяч и ларец дальнобойщика. Пацаны, это имба заработок. Я всем рекомендую брать в аренду сканию. Ну, я сейчас буду копить реально на сканию, чтобы купить ее нам, но я погнал работать дальше. Так, немножко, пацаны, я застрял, забыл пристегнуться. Да, на родине еще нужно пристегнуться, чтобы ты не вылетел с машины, когда во что-то врезаешься. Поэтому, пацаны, если что, кто не шарит, то на клавиатуре это кнопочка G, чтобы пристегнуться. Так, ну, я застрял и сейчас написал админам. Кстати, админы на родине РП-сервер Приморский округ самые добрые, они нам помогают, пацаны. Поэтому, если еще не начали играть со мной на родине РП-сервер Приморский округ, то качайте игру по ссылочке в описании и при регистрации на мой Приморский округ вводите ник Наполеон Шторм, за который вы получите плюшечку. Всех, пацаны, зову играть вместе со мной, потому что родина это имба, реально, топчик РМП-сервер. Буквально чуть меньше часа нам понадобилось, чтобы купить нашу фуру, и теперь мы будем работать с вами только в плюс. А это еще не считая ларцов-дальнобойщиков, потому что ларцы реально сыпят как бешеные. Встретил подписчика, передаю тебе привет. У меня случилась, пацаны, проблемка, тут шином кабзда, короче, а мы еще с вами в жопе мира находимся. Ну, и у нас остается там буквально еще минут 20 аренды, поэтому, думаю, пацаны, я сейчас не смогу нормально работать. А пока я доеду до СТО, наверное, у нас уже аренда закончится, поэтому, пацаны, я, наверное, уже закончу на сегодня работать и пойду немного отдохну. В принципе, работа на скане меня устроила. В начале 43-го дня начинается у нас 2029. Зайдя в игру, сразу же хочу ввести вот этот гиф, который родина ссылала у себя в телеграм-канале, но, пацаны, его уже активировали. Да, не успел я активировать, к сожалению, за него вроде бы давали атомный металлоискатель. Напишите, крутой он или нет. Просрал я его, много денег я просрал или мало. Поэтому сразу же залетаю на собирателей и погнали собирать с вами подарочки. Подарочки на родине очень сильно ценятся. Ну, и заехал в центр занятости, беру квест на водителя-автобусника, ну и едем на аренду автобусов, где, арендуя автобусы, поехали ездить с точек поинтов. Проехал с точек поинтов, получил плюс 43 тысячи, 2 очка, опыта и 2 ларца с премии, ништяк. После чего прибежал на центральный рынок, хочу купить чистый рудный чай. Нахожу здесь чистый рудный чай всего лишь за 1 миллион 250 тысяч. Конечно же, покупаем его. Ну и прибежал на металлоискателей и погнали искать клад. А пока я ищу клад, давайте для вас сегодня разыграем тысячу Аззакоинсов в абсолютно любом сервере Родины. Просто, если ты уже подписан, то отпишите, подпишись. Если не подписан, то подпишись. Поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий от 4 слов с тайным словом. Давайте тайное слово сегодня у нас будет. Ваша любимая мобильная игра. Мне будет очень интересно узнать. Только пишите комментарий, пожалуйста, от 4 слов. Так, нахожу первый кладик, отлично выкапываем его и смотрим, что здесь у нас. А у нас здесь ящик американских звезд, котики, сертификат на Аззакоинсов целых 11 штучек, ну и крышечки Эрколы, отлично. Нахожу еще один кладик, повезло, повезло, выкапываем его. И здесь у нас куча семейных талонов, плюс 5 штучек, плюс 5 штучек, плюс еще крышечки Эрколы и плюс еще 3 семейных талона. Ну нормально, потому что на Родине семейные талоны стоят дороже, чем на Аризоне. Если на Аризоне я их продаю по 23 тысяч за штуку, то здесь по 40 тысяч за штуку. Приехал пацаны в автошколу, хотел купить лицензию на охоту, попробовать себя еще в охоте, но куда-то лицензер убежал и написал, что мы его не видели. Ладно, поэтому решил покачать скиллы, потому что у нас пацаны не прокачаны вообще скиллы, а так как я хочу еще попробовать охотиться, думаю, скиллы на эмочку нам не помешают. Давайте посмотрим, как здесь качать скиллы. Так, думаю, нам нужно прокачивать штурмовые винтовки. Можно пропустить прокачку за 250 аззакоинсов или начать испытание за 100 тысяч. Окей, погнали. Ну здесь просто вот так вот нужно быстренько стрелять по вот этим вот мишеням, которые ездят туда-сюда. Так, все, прострелял я все, и того за один раз мы с вами прокачали сразу плюс 35 процентов. Ништяк, то есть нам нужно еще два раза так попрокачивать, чтобы качать штурмовые винтовки на 100 процентов. Окей, погнали качать дальше. Ну что ж, пацаны, вкачал я штурмовые винтовки на 100 процентов. Можете поздравить меня. Я не знаю, пацаны, зачем они мне сейчас, но, пацаны, думаю, что для охоты помогут. Почему так дорого стоят, кстати, винтовки? Это, как я понимаю, за один патрон, что ли? 30 тысяч рублей за один патрон, почему так дорого? Где, кстати, кто шарит самая дешевая ама? Буду очень рад, если вы подскажете в комментариях. Так, вроде бы есть, пацаны, лицензеры в автошколе, давайте сейчас попробуем, чтобы нам продали лицензию на охоту. И да, вот есть паренек, продает нам лицензию на охоту за 25 тысяч, отлично. Заехал снова на металлоискатели, погнали опять искать с вами кладик. Нахожу первый кладик, отлично, здесь плюс 28 подарочков, ящик американских звезд, бронза целых 5 штучек, ну и крышечки Эрколы. Повезло, повезло, пацаны, нахожу еще один кладик. Здесь у нас плюс серебро, 4 штуки, мото, ящик, бронзовая рулеточка, ну и крышечки Эрколы, офигенно. Больше, к сожалению, я ничего не нашел, поэтому прибежал на центральный рынок, поймал лавку и выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Также меня здесь узнал паренек, передаю тебе привет. Начало уже 44 дня, начинается у нас с 9.44. Зайдя в игру, сразу же забегаю в нашу шашлычную, кушаю здесь наш вкуснейший говяжий шашлычок. Ну и залетаю в Центр Сайтыс и беру квест на 100 чекпоинтов на автобусе. Ну и поехали на аренду автобусов. Арендуя автобусы, поехали ездить с вами 100 чекпоинтов. Проехал с точекпоинтов, получил плюс 43 тысячи, 2 очка опыта и 2 ларца с премией, ништяк. Приехал на металлоискатель и погнали искать кладик. Нахожу первый кладик, выкапываем его, у нас здесь плюс серебряная рулетка, еще серебряная рулеточка, ну и материалы, хорошо. Взял, пацаны, я фуру в семейном доме и погнали с вами немножко поработаем. Поэтому устраиваюсь дальнобойщиком и погнали искать с вами прицеп. Так, наконец-то нашел прицепик, отлично, и берем наш первый груз, это 12 тысяч титановых втулок. За него мы получили плюс 406 тысяч. Окей, работаем с вами дальше. Какой-то ненормальный, хочется у меня украсть мой прицеп, но он, наверное, не понимает, что если он у меня украдет его, то он пропадет у него через 5 минут буквально. Поэтому, пацаны, не нужно заниматься такой фигней. Плюс первый ларец дальнобойщика за сегодня. Ну, после того, как поработал немножко на фуле, приехал на шахту, юзая наш чистый рудный чаечек, ну и одеваем нашу кирочку и погнали с вами работать. За один ресурс, если что, мы получаем сразу плюс 6 ресурсов, ништяк. Также получил плюс 50 азакоинцев за выполнение какого-то ревардза, ништяк. Ну и приехал на центральный рынок, поймал лавку и выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Так у нас уже и заканчивается наша 19 серия. Поэтому, если хотите увидеть 20 серию как можно скорее, то прожимайте лайкосики. Ну а с вами был, как всегда, Шторм. Всем спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока. И помните, это только начало. Субтитры сделал DimaTorzok